Большая лужа во дворе дома 23 по улице Октябрьский городок образовалась не из-за дождя. Вся вода здесь – это стоки канализации. И такое здесь происходит не в первый раз. По словам жильцов, всё началось с ремонта дороги перед домом. Тут была небольшая выемка. Потом они засыпали вот этой крошкой, да? И получилось. А по какому каналу будет? В Угор вода стоит, она стекала хоть раньше-то. С этой ямки туда протекала. А потом они засыпали и пошла вот эта лужа стоить уже сколько, Василий? Два года. Страдают из-за этого только местные жители. Если на машине яму преодолеть ещё можно, то для родителей с коляской это настоящее испытание. К тому же мало кто знает, что это именно не чистоты, а не дождевая вода. Тут уже многие наши друзья на велосипедах приезжали, некоторые уже падали. Ничего не видно. То, что есть тут, тут ямы не видно. Нет тут ям. Уровень воды доходит до лавочек около подъезда. Сидеть на них пенсионерам невозможно. Из-за отвратительного запаха и вовсе не хочется находиться рядом с домом. Евгения живёт в соседнем подъезде. Она рассказала, что засор канализации сказывается не только на придомовой территории. Начинается начальность с того, что я живу в втором подъезде. И у нас там подвал как раз и дверь там. Начинается с того, что у нас там всё засоряется и появляются запахки. Лужи перед домом образовались ещё 17 сентября. Виктор Ерёмин рассказал, что в тот день канализационный колодец начал течь с 10 утра. И долгое время ни одна служба на это происшествие не реагировала. Пришёл домой, позвонил в водоканал. Вы заявку какую-нибудь получали по Октябрьскому городку, дом 7? Водоканал. Да, получали. Во сколько? В 14. А сейчас, я говорю, уже в 18 часов. До сих пор ничего не сделано. Примите мою личную заявку. Прорыв канализации устранили только в 10-м часу вечера. Потоки нечистот, которые к тому моменту уже долго текли по двору, аварийные службы трогать не стали. А последствия вот они. Вон ребята. Кораблики пускают, на велосипеде ездят. Вот это канализация. Это канализация. Лужи нечистот скапливаются у дома последние пару лет. Но, по словам местных жителей, прорывы канализации происходят на протяжении нескольких десятков лет. И причина кроется в самих трубах. Григорий рассказал нам, что канализационная труба просто просела. Они его подняли немножко от трубы. А потом на столе опять села. И сейчас там сделалась яма. И там все застревает. И канализация доходит туда и стоит. Сложно поверить, что частая поломка канализации не стала предметом внимания управляющей компании. Мы решили связаться с директором и узнать, какие меры принимаются в отношении этой проблемы. Мы-то реагируем, но дворовые колодцы, они вообще-то за водоканалом, а не за управляющей организацией. И с дворовой колодцей вообще-то вся канализация засоряется из-за низкой культуры наших жильцов. Это обслуживает водоканал. У нас есть границы разграничения с водоканалом. Их дворовые колодцы у нас выпуска. Выпуска, значит, и чистится после того, как чистится дворовый колодец. А текло по улице, ну как вам хочу сказать, не отходы жизнедеятельности людей, а просто жидкость. Проблема остается актуальной и сейчас. На следующий день после съемок репортажа нам вновь позвонили жильцы дома и сообщили, что канализация опять забилась. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».